привет друзья значит хожу я брожу по весеннему лесу подмосковных угодьях ну так выбрался посмотреть как природа изучает поснимать красивые кадры птичек вот и тут на тебе сейчас покажу там вот какое-то строение прямо прямо среди деревьев наверху какая-то будка я сперва было подумал что это лабаз вышка охотничья а потом прикинул сразу какая здесь охота здесь у нас в этих угодьях охота запрещена сейчас мы с вами туда подойдем я так иду осторожно нож нож на всякий случай взял с собой но я всегда его беру это уже такой охотничий охотничий фишка так ого нифига себе будка вот так вот вот так вот это интересно нет это точно никакой не лабаз нету никаких я думаю может еще при советском союзе нету никаких прикормочных площадок да тут вообще и тут лоси нет дичи лестницы наверх тоже нету но постройка брошена никого нет горы мусора просто горы мусора здесь надеюсь что не трупы нет просто мусор пищевой мусор бутылки банки макрофлекс кстати пена офигеть вот так вот снизу выглядит эта постройка я близко подходить не буду друзья мало ли что между двух сосен между двух сосен это кто-то я не знаю это что тут за отшельник жил или жили аки птицы в гнезде но это точно все гнездо какой-то причем х я смотрю бревна такие ничего так себе ничего так себе об решетку они пола сделали набили сюда все-таки подойду что тут с праздником с праздником кого-то праздник все трещит да он там даже стеклопакеты стоят ну-ка приблизим посмотрим крыша вся прохудилась естественно давайте обойдем вот тут вот с этой стороны дверь со стеклом дверь запенена швы запенены тут явно кто-то жил пол тоже прохудился местами тут какие-то листы валяются а и с этой стороны тоже стекло внутри посмотреть разумеется не представляется возможным лестница была блестница я бы наверно все-таки рискнул бы вот там вот все скрипит вот тут щель какая-то да там окно видно вот так вот это все выглядит набита уголки прямо ну тут кто-то основательно основательно ребят себе строил жилище причем непонятно кто до москвы тут всего ничего причем так сейчас осторожно шифер какой-то и что это куртка чья-то куртка кусок трубы полипропиленовый а это вообще похоже от кровати вот здесь вот крыльцо сейчас я обойду главное на гвозди не на порос воздуховод какой-то ящик старый явно здесь кормушка явно мангал тоже какой-то брошенный явно здесь давно никого не было да это похоже от кровати а вот здесь прямо такое крыльцо ну то есть вообще даже с удобствами вот такой вот авангард сейчас я подальше отойду это крыльцо и там вход дверь что там написано по покрасить покрасил покрасил в общем кровью шучу ну просто действительно необычно бомжи строителей не знаю но судя по всему но здесь может что еще быть районы застраиваются тут земли это действительно могут быть какие-нибудь строители непонятные от коллектива отбившиеся построившие вот такой себе гнездо на деревьях обалдеть но я не думаю что там внутри что-то интересное хотя конечно хотелось бы туда влезть но лестнице нету она была видимо ее с собой приносили уносили рядом сельхоз полей кстати тут нету поэтому даже если предположить что это какие-то фермеры то но это бред конечно полный нет это что-то это что-то непонятное это логово маньяка вот такая вот конструкция причем смотрите сколько было ураганов явно тут уже не один год она брошена сколько ураганов прошло ветров она все держится то есть строили я говорю основательно между двух вот этих корабельных сосен вот вам и задачка друзья вот и думайте что это может быть за избушка на курьих ножках кто-то мне выглядывать да нет может правда бомжи какие-нибудь хотя ну так вот строить бомжи алкаши не они скорее всего наверное на такие вот конструкции не способны вот вам загадка подмосковье чё происходит вот так вот я думаю что в лесах подмосковья много чего интересного можно найти еще ладно пойду отсюда но место запомню на всякий пожарный я помню в детстве мы ведь тоже строили всякие шалаши на деревьях но это это явно кто-то это не дети это явно не дети вот такой экспромт у меня друзья получился нежданно-негаданно ну камеру взял с собой все-таки до всегда беру мало ли что интересно снять вот как сейчас например неожиданно ладненько пойду дальше дышать воздухом всем пока увидимся